Здравствуйте! Настало время подвести информационные итоги рабочих будней. В эфире неделя в Тагиле и в студии Алла Кузнецова. В начале программы коротко об основных темах. Лагерь «Солнечный» приостановил работу. Дети покинули учреждения. Причина вспышка норовируса. Специалисты Роспотребнадзора правоохранительные органы выясняют причины произошедшего. Стартовал сбор подписей под обращением к Дмитрию Медведеву о включении Нижнего Тагила в федеральную программу «Чистая вода». Организаторы рассчитывают заручиться поддержкой не менее 100 тысяч человек. Надеяться на победу. Алексей Балыбердин дал первую пресс-конференцию в роли кандидата в Государственную Думу по Нижне-Тагильскому округу от партии «Единая Россия». Главный финансист города Евгения Черемных в рубрике «Прямая речь» рассуждает о том, когда закончится экономический кризис, что делать с неплательщиками налогов и на каких иностранных туристов может ориентироваться Тагил. И теперь обо всем по порядку. Детский лагерь «Солнечный» приостановил свою работу. Накануне, через три дня после начала второй смены, все дети были вывезены. Причина вспышка норовируса второго типа, специалисты Роспотребнадзора, Центры эпидемиологии, гигиены, правоохранительные органы сейчас выясняют причины произошедшего. Когда дети вернутся в лагерь, расскажет наш корреспондент Антон Исаев. Вместо смеха детей в комнатах отдыха – гол дезинфектора. Накануне всю смену 140 человек вывезли из загорного лагеря «Солнечный». Как стало известно, в ночь с 28 на 29 июня нескольким детям стало плохо. У них были признаки кишечной инфекции. «На сегодняшний день установлено, что из 17 детей, 13 детей имеют диагноз норовирус, а лабораторные обследования сотрудников пищеблока показали отрицательные результаты». Именно помещение пищеблока санитарные врачи обработали в первую очередь. Сейчас специалисты работают в двух живых корпусах, в пресс-центре, изоляторе и помещении столовой. «Мы обрабатываем дезинфицирующим средством на основе перекиси водорода. Обработка проводится генератором холодного тумана, методом аэрозолирования». Из-за вспышки норовируса загорный лагерь приостановил свою работу на пять дней. Такое предписание дали санитарные врачи. После дезинфекции всех помещений специалисты снова проверят лагерь. И только после этого дети смогут вернуться в «Солнечный». «За три дня мы промоем полностью весь лагерь еще на раз. Затем повторно сдадим, скажем так, смывы и анализы Роспотребнадзору. И мы надеемся, что на следующей неделе мы получим добро на завоз детей обратно». Эпидемологи, правоохранительные органы и специалисты Управления образования сейчас выясняют, что же послужило причиной массового заболевания детей. Одна из версий – некачественные продукты. «Сегодня рассматриваем комплекс причин, который повлиял на вспышку в этом лагере. Но в том числе и не исключаем именно вероятность того, что некоторым детям, родителям, понятно, из добрых побуждений, ну скажем так, принесли, может быть, некачественные продукты в том числе». Антон Исаев, Ольга Фатыхова, Любовь Шевченко, Павел Охотников, Павел Соложнин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Сегодня стартовал сбор подписей под обращением к председателю правительства России Дмитрию Медведеву о включении Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа в федеральную целевую программу «Чистая вода». Организаторы рассчитывают заручиться поддержкой не менее 100 тысяч человек. «Цель сбора подписей – исправить ситуацию, сложившуюся с питьевой водой в городе Нижний Тагиле и Горноуральском городском округе. Поскольку ситуация приобрела, я считаю, катастрофический уже масштаб, то пришлось общественности вмешаться в эту ситуацию и как-то начать работать в этом отношении». В тексте обращения говорится о необходимости выделения средств для проведения мероприятий по улучшению состояния питьевых водоемов, строительства и модернизации очистных сооружений, ремонта гидротехнических сооружений, замены водопроводных сетей. Акция продлится до начала августа. Первыми подписные листы заполнили участники брифинга, на котором было объявлено о ее начале. Стотысячную подпись пообещал поставить глава города Сергей Носов. Сергей Носов включен в первую тройку списка «Единой России» на выборах в региональный парламент. Лидеров партсписка «Единороссы» определили сегодня на заседании президиума Свердловского полицсовета. Кроме главы Нижнего Тагила в тройку на выборах в законодательное собрание попали губернатор Евгений Куйвышев и член Совета Федерации Аркадий Чернецкий. Эти кандидатуры поддержаны единогласно. Сегодня состоялся президиум полицсовета партии «Единая Россия» Свердловской области, который рассматривал этот вопрос. Я могу подтвердить, да, я дал согласие на вхождение в тройку. Считаю, это необходимо для решения задач, которые мы с тагильчанами поставили на ближайший период. Окончательное решение о выдвижении кандидата будет принято на конференции регионального отделения партии 9 июля. Надеяться на победу сегодня Алексей Былыбердин дал первую пресс-конференцию в роли кандидата в Государственную Думу по Нижне-Тагильскому округу от партии «Единая Россия». Партия власти на этой неделе назвала список одномандатников, которые будут бороться за депутатские места. О предвыборной программе Алексея Былыбердина приоритетных направлениях деятельности сюжет Антона Исаева. На этой неделе завершился второй этап 15-го съезда «Единая Россия». Одним из важнейших результатов стало формирование списков кандидатов-одномандатников, которые будут бороться за депутатские кресла от крупнейшей политической силы страны. В Нижне-Тагильском округе результаты предварительного голосования были отменены. Алексей Былыбердин, утвержденный кандидат от «Единой России» в рамках первой конференции в новом статусе, не стал комментировать партийное решение. Обсуждать сейчас решение, которое было принято Верховным Советом нашей партии, я не буду в это углубляться. Думаю, решение принято и принято. Уже много очень комментариев по этому написано. Также в рамках съезда партии был принят программный документ, который формировался из предложений граждан со всей России. Свою работу в рамках предвыборной кампании Алексей Былыбердин намерен строить, основываясь на уже принятый документ. «Идеология должна быть одна. Я являюсь кандидатом от партии «Единая Россия». Программы буду, безусловно, придерживаться, но определенные изменения я бы все-таки не знал». Своё решение участвовать в выборах в Государственную Думу Алексей Былыбердин объясняет стремлением улучшить жизнь, в первую очередь, рабочего класса, поскольку сам кандидат является выходцем из трудовой семьи. Положительный опыт взаимодействия с высшими органами власти у Алексея Былыбердина есть. «Я был в составе делегации, когда мы шестером, шесть человек, шесть тагильчан, в 2013 году. Естественно, с нами был полпред тогда уже, с нами был депутат Государственной Думы Якушев Валерий Васильевич. Мы были участниками встречи с президентом, где обозначили ему особенно какие-то острые вопросы, которые в Тагиле не решались». Напомню, именно этот визит главе государства дал основу для издания майских указов, инструменты, которые заметно повысил уровень жизни россиян. Развенчал Алексей Былыбердин миф о том, что на выборы его тянут из-за родственных связей. «У меня нет родственников в высших эшелонах власти. Я не племянник Игоря Рюриковича Халманских. Я не родственник никого из высшего руководства нашего предприятия. Тоже очень много говорят, что там кто-то толкает своего опять. Нет». Победа в округе. Именно такую цель поставил перед собой Алексей Былыбердин. Опираться он намерен на рабочих двух крупнейших предприятий города – Металлургического комбината и Уралвагонзавода. На вопрос, чьи интересы будет представлять в случае прохождения в Государственную Думу, кандидат от «Единой России» отвечает так. «В случае победы я буду представлять интересы жителей Нижне-Тагильского одномандатного округа. Я думаю, что вот это самый емкий ответ, который я мог дать». Антон Исаев, Павел Охотников, Егор Игошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». А вот Алексей Богоряков отказывается от участия в выборах в Государственную Думу. Бывший заместитель главы администрации губернатора и участник предварительного голосования «Единой России» заявил об этом на своей странице в Facebook. Своей целью Алексей Богоряков ставил участие в выборах в Госдуму от партии власти, вопреки существующим раскладам в области. Во всех остальных случаях мотивов для меня просто ноль, говорит в совпосте. Информационное агентство «Новый город», сообщает ряд экспертов, объяснило отказ от участия недостатком ресурсов для борьбы с кандидатом Уралвагонзавода Алексеем Болыбердиным. И к другим темам. Волоконно-оптические линии связи не должны размещаться на опорах наружного освещения. Такова позиция администрации города. Решение этого вопроса искали сегодня на совещании с владельцами, мобильными операторами и интернет-провайдерами. Обсуждаем проблему по решению и по переносу кабельных линий в подземлю, в кабельные каналы, как это, собственно говоря, и должно быть при строительстве подобных инженерных инфраструктур. Потому что и количество самих линий не отвечает ни техническим параметрам, ни эстетике, которые сегодня требуются для города. Ускорить процесс подтолкнула реализация программы «Светлый город». Уже в этом году в Дзержинском районе начнется установка новых уличных светильников. И старые так или иначе придется демонтировать. Для переноса предложены два варианта – прокладка новых каналов, либо аренда уже имеющихся сетей. Они рассматриваются организациями, разместившими кабели на опорах. Как подчеркнул глава города, в любом случае уровень услуг, предоставляемых населению, должен сохраниться. Люди в погонах принимают поздравления 80 лет со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Что пожелали стражам дорог и как проходят трудовые будни инспекторов – сюжетия Ольги Фатыховой. 35-й экипаж в неизменном составе заступил на дежурство. Смена началась с 7 утра. Сегодня они патрулируют улицы центра города. «Сейчас мы передвигаемся на улицу Судовая. Здесь в это время очень загружены участки в дороге. И очень многие водители не предоставляют преимущества движения пешеходам». Дмитрий Кухтин три года работает в отрядах ДПС. После службы в армии решил пойти по стопам матери. Дмитрий говорит, служба далеко не легкая, но любимая. «Мы занимаемся охраной общественного порядка, пресечением административных правонарушений. И устроился, потому что родственники работали до этого в службе в полиции. Из этого решил выбрать свою деятельность здесь, так сказать, служить народу, служить своему городу». Сегодня годы своей службы вспоминают и ветераны. Борис Абертас в четверть века посвятил госавтоинспекции. В 1972 году пришел старшим сержантом. Не отрываясь от работы, учился в Академии МВД. В отставку вышел в звании подполковника, уже с должности начальника ГАИ. «Было два взвода. В каждом взводе было по 10 мотоциклов марки «Урал». Мотоциклы, по фильму вы видели, с колясками, с желтыми, с сиреной, с мигалками. Вот один из таких мотоциклов я получил. В течение года или полутора мы со своим напарником Лобанов Станислав Сергеевич отъездили на мотоцикле. Потом нам дали автомобиль «Москвич». Торжественное собрание, посвященное 80-летию со дня образования службы государственной автоинспекции, прошло в городском дворце творчества юных. В зал были приглашены действующие сотрудники ГИБДД и ветераны. Дорогие наши ветераны, приглашенные представители трудовых коллективов, которые наше сегодня время прийти вместе с нами, отметить этот юбилей. Уже и сотрудники ветеранов государственной инспекции безопасности дорожного движения. Примите искренне и поздравления с вашим профессиональным праздником. Начальник отдела ГИБДД Анатолий Чернов получил ценный подарок, а трое сотрудников – новые погоны. К празднику им присвоены очередные звания. Не остались без внимания и ветераны. Пятеро из них удостойны благодарственных писем, а всем приглашенным на собрание бывшим сотрудникам ГАИ вручены подарки. В память тех, кто не дожил до юбилея, почтили минуты молчания. Глава города поздравил всех сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и спокойствия на дорогах. Извинения, которые происходят, они в положительную сторону. И мы сможем с вами неправильно воспользоваться. Для, прежде всего, для обеспечения безопасности движения на дорогах для наших людей, для нашего народа. Еще раз вас с праздником, здоровья, терпения, оптимизма, всего лучшего и доброго вам и вашим семьям. 30 особо отличившимся сотрудникам вручены благодарственные письма главы города и начальника Межмуниципального управления МВД России Нижне-Тагильская. Ольга Фатыхова, Любовь Шевченко, Павел Соложнин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». На ЕвросНТМК в преддверии Дня Металлурга по традиции проходит чествование отличившихся работников и подразделений. Первыми награды получили победители конкурсов на звание «Лучший молодежно-трудовой коллектив» и «Лауреат молодежной премии». По итогам первого полугодия победителями признаны 5 производственных бригад и 10 молодых металлургов. 20 удостойны почетных грамот. В торжественной церемонии принял участие управляющий директор ЕвросНТМК Алексей Кушнарев. Критериями при выборе лучших являются производственные показатели участия в рационализаторской деятельности, освоение нового оборудования, соблюдение требований охраны труда, трудовой дисциплины и участие в общественной жизни предприятия. Сегодня началась Всероссийская сельскохозяйственная перепись с 1 июля по 15 августа. Переписчики будут собирать фактические данные о состоянии развития сельского хозяйства в стране. Гражданам необходимо будет ответить на вопросы переписчика. Переписной лист включает следующие вопросы. То есть занятость населения в сельском хозяйстве, наличие посевных площадей, наличие сельскохозяйственных животных, а также использование сельскохозяйственной техники. Все данные, собранные во время переписи, анонимны. Гражданам не надо будет предоставлять те или иные подтверждающие документы. Цель переписи – актуализация текущего состояния российского сельского хозяйства. В течение полутора месяцев 20 специалистов будут собирать статистические данные в нашем городе. Сельскохозяйственная перепись фактически схожа с переписью населения. Такие масштабные исследования проводятся раз в 10 лет. Предприятиям нужно создавать больше рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это стало главной темой обсуждения Координационного совета по делам инвалидов. Сейчас ряд предприятий не выполняют оговоренные квоты трудоустройства специалистов с группой инвалидности. Сегодня хотелось бы обратиться ко всем руководителям предприятий о необходимости создавать рабочие места для данной категории людей. Потому что та пенсия, которая у них сегодня есть, на нее прожить практически невозможно. И нам бы хотелось, чтобы посмотрели еще раз на то штатное расписание, которое сегодня существует у наших предприятий. И изыскать возможность по открытию новых рабочих мест. Более того, городская служба занятости готова компенсировать расходы по созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Также необходимо консолидировать работу общественных организаций, социальных и городских служб. По словам Валерия Сурова, уже налажен конструктивный диалог, эффективность которого проявится в ближайшем будущем. В Екатеринбурге завершился престижный театральный фестиваль. Фестиваль «Каляда Плейс» Нижнетагельский драматический театр представил на нем спектакль «Дикое счастье» по пьесе Олега Багаева, основанной на произведениях Дмитрия Мамина Сибиряка в постановке Валерия Пашнина. Десятый международный фестиваль «Каляда Плейс» принес нам дикое счастье. Мы стали обладателями гран-при фестиваля, что для нас неожиданно и невероятно приятно. Я думаю, что замечательное окончание творческого 70-го сезона, победа в таком фестивале. За 10 дней коллективы из 22 российских городов и Польши показали 30 спектаклей. «Дикое счастье» единогласно признано лучшим членами жюри, в которое входили известные режиссеры, актеры, критики, главный диплом фестиваля. Художественный руководитель Нижне-Тагильского драматического получил из рук его вдохновителя, заслуженного деятеля искусств России Николая Каляды. По словам Игоря Булыгина, гран-при признание мастерства большого творческого коллектива. И к новостям экономики. Региональным банкам дадут поблажки в надзоре. Глава ЦБ Эльвира Набиулина заявила о намерении регулятора выделить региональные банки в отдельную категорию и упростить для них регулирование. Однако организациям, которые рассчитывают на послабление, будет запрещено проводить валютные операции за пределами страны. А также открывать филиалы или структурные подразделения за пределами субъекта федерации, в котором банк зарегистрирован по оценкам регулятора. Воспользоваться статусом смогут 336 банков во всех регионах страны. Первые июльские выходные. Российский рубль начинает с роста. Банк России в очередной раз понизил официальный курс обивалютной корзины. Доллар США потерял 16 копеек и стоит сегодня 64 рубля 17 копеек, завтра 64 рубля 1 копейку. Единая европейская валюта подешевела чуть больше. Сегодня за евро просит 71 рубль 29 копеек, завтра 71 рубль 5 копеек. Самый выгодный курс продажи доллара США в банках Нижнего Тагила на выходные 64 рубля 45 копеек. Их покупки 64 рубля 11 копеек. Единую европейскую валюту можно приобрести за 71 рубль 55 копеек, реализовать за 71 рубль 22 копейки. И впереди у нас тематические рубрики новости спорта и прямая речь. Гость студии сегодня заместитель главы администрации города по финансовой экономической политике Евгения Черемных. Поговорим о финансовых итогах первого полугодия, что делать с неплательщиками налогов и на каких иностранных туристов может ориентироваться Тагил. Не переключайтесь. Программа «Неделя в Тагиле» продолжается и на очереди у нас рубрика «Прямая речь». Сегодня гость нашей студии заместитель главы администрации города по финансовой экономической политике Евгения Черемных. Здравствуйте, Евгения Олеговна. Здравствуйте. Евгения Олеговна, сегодня 1 июля и вам, как главному экономисту, финансисту города, такой вопрос уже, наверное, можно подвести итоги, финансовые итоги первого полугодия, как город жил первые полгода 2016-го, ну и какие-то прогнозы, конечно, на вторую половину года. Совершенно точно. Сегодня уже можно полугодие ожидаемые результаты говорить. Мы за первое полугодие получили доходные части 5 миллиардов 600 и это 52% от запланированных средств, то есть у нас в плане стоит 10 миллиардов 800 доходная часть по году, то есть мы ее, можно сказать, немножко перевыполнили, но тут есть нюансы, то есть нам пришли и федеральные средства, которые уже мы не будем ждать во втором полугодии, поэтому есть легкое перевыполнение от плана. Расходная часть выполнена на 5 миллиардов и составляет 44% от плана на 2016 год. Разница, прежде всего, объясняется тем, что часть поступлений ушли на погашение муниципального долга. Поэтому, конечно, можно говорить о том, что первое полугодие выполнение очень оптимистично и с точки зрения поступлений в бюджет и с точки зрения обеспечения расходной части, то, что хотели, в принципе, мы все оплатили. Да, есть еще часть кредиторской задолженности, которая переходит на второе полугодие и в том числе удалось очень существенно снизить муниципальный долг. Расскажите, вот сдача в аренду электросетевого комплекса как-то улучшилась ситуация? Об этом мы много говорили и куда средства будут направлены? Ну да, я думаю, мы уже достаточно описывали эту ситуацию, но сейчас уже можно однозначно сказать, что по результатам заключения долгосрочного договора аренды, арендатор уже проплатил авансовые платежи в сумме 500 миллионов рублей. Эти деньги были в тот же день направлены на погашение коммерческих кредитов, на снижение муниципального долга и следующий транш это все-таки четвертый квартал этого года и остальные деньги дойдут в первом квартале 2017 года. Конечно, данная ситуация, она сняла очень серьезное напряжение относительно обслуживания муниципального долга, то есть мы уже снизились именно по муниципальному долгу практически на 600 миллионов и таким образом это нам экономит 62 миллиона по году на обслуживание муниципального долга. Ну и кроме всего, то есть раз уж мы заговорили совсем о таких серьезных вещах, то муниципальный долг еще и сократился на 350 миллионов муниципальных гарантий. То есть по состоянию на 1 июля город Нижний Тагил уже никому не обязан ничего гарантировать в случае, если генподрядчик не выполняет свои условия перед банком, они успешно закрыты, в том числе за счет того, что своевременно поступили федеральные средства, которые были направлены генподрядчику. Банки нам отдали, соответственно, все договоры по муниципальным гарантиям и у нас муниципальный долг с 1 миллиарда 895 резко упал до уровня 973 миллионов. Это очень серьезное снижение. То есть все долги перед подрядчиками за эти масштабные проекты, ФОК, Драматический театр, Набережная, Тагильского пруда, они погашены? А тут, наверное, надо более четко сказать о том, что как таковых оформленных долгов по физкультурно-оздоровительному комплексу и драматическому театру не существовало на эти суммы. То есть четко было сразу оговорено, что приходит федеральный транш и к этому моменту заканчивается оформление всех актов. Таким образом, акты оформлены точно перед поступлением федеральных средств. То есть это не было кредиторской задолженностью. Таким образом, сдаются работы и были оплачены средства. Из федеральных средств эти работы были оплачены. Если говорить о межбюджетных трансфертах, это тоже важная тема, потому что еще накануне, допустим, принятия областного бюджета, мы с вами всегда говорим о том, что Нижний Тагил очень активно защищает свои программы, проекты в этой части. Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко приводит сумму 6 миллиардов рублей для Нижнего Тагила на 2016 год. Оцените много это или мало, и на что они в основном направлены? Это очень мало. Да, действительно, если наши слушатели внимательно смотрят передачи про комиссии на наши депутатские, про думские заседания, то когда мы защищали бюджет на 2016 год, мы говорили о том, что в том числе межбюджетные трансферты составят в доходной части порядка 6 миллиардов 600 миллионов рублей, в основном из областного бюджета. Эти межбюджетные трансферты, они, как вы знаете, на разные направления у нас, в том числе основная часть порядка 4 миллиардов, это субвенции на выплату заработной платы, на выплату зарплаты сотрудникам отрасли образования, это в полномочиях области, и она обязана нам присылать эти деньги. По этому году это порядка 2 миллиардов средств на выравнивание расходных полномочий, это тоже то, что мы защищаем в Минфине, и та цифра, которая ежемесячно нам высылается на то, чтобы помочь бюджету в осуществлении расходных полномочий. Ну и вы видите, что практически все 6 миллиардов это субсидии и субвенции на обеспечение текущих расходных полномочий, заработная плата, срочные платежи типа коммунального характера, питания и ничего особенно сверх того. То есть нельзя говорить о том, что вот эти 6,6 миллиардов, о которых говорит министр финансов, что это деньги, которые можно использовать на развитие города. То есть, чтобы пояснить ситуацию, вот в 2013 году мы могли говорить о том, что, допустим, кроме того, 3,5 миллиардов это на приоритетные социальные проекты типа Тагильский трамвай, строительство дорог, реконструкция. И сейчас это совсем не те деньги, и совсем об этом речь пока нельзя вести, кроме того, что может быть финансирование по дорогам, которые нам сейчас после последнего законодательного собрания Сырловской области гарантированно поступит, скорее всего, где-то в течение полутора-двух месяцев на ремонт дорог. 237 миллионов, вот это, конечно, вот уже ощутимое, серьезное финансирование с точки зрения того, чтобы можно говорить о развитии города, о реконструкции, ремонте и развитии. Одна из статей дохода городского бюджета это приватизация и продажа муниципального имущества, и здесь можно подвести также итоги первого полугодия, и какие объекты вошли в план на второе полугодие? Ну, управление имущественных отношений, вот по моим ощущениям, практически на каждую Думу ежемесячно выносит предложение по дополнительным объектам в план приватизации. Может быть, у вас вопрос связан с тем, что вчера на Думе был такой, скажем, вопрос по поводу, почему мы здание детского садика вносим в план приватизации. Ну, там все понятно, наверное, ребята не смогли конкретно объяснить, то есть Вагульская 50, детский садик маленький, старенький, и уже никаким санитарным нормам не соответствует. То есть, чтобы его переделывать под ясельки, нужно миллионов 100-120. У бюджета таких средств нет, и области, и федерации уже не помогают в этом отношении, то есть они не софинансируют подобного рода работы, к сожалению. Поэтому и было принято решение посмотреть, может быть, предпринимателям этот детский садик, здание подойдет, в том числе, возможно, и под частный детский садик. Все остальные помещения, это подвалы, помещения на первых этажах здания, то есть уже сотрудники администрации, уже последние какие-то находят помещения, которые еще раньше в план не вносились, и эта работа идет постоянно. Самое главное, чтобы приходили предприниматели на аукционы, участвовали и выкупали, потому что я бы сказала, что по первому полугодию довольно скромный результат по аукционам, то есть это, если не брать крупное поступление по аренде по сетевому комплексу, то это, в общем-то, где-то 31-37 миллионов поступления средств от аукционов по земле и имуществу. Это, конечно, маловато. Если уже мы с вами, Евгения Олеговна, затронули тему финального в этой сессии заседания Думы перед тем, как депутаты идут на каникулы, в четверг прозвучал также на заседании Думы отчет главы города Сергея Носова о итогах развития города за 2015 год. Скажите, как вы могли бы оценить этот отчет в плане динамики социально-экономических показателей основных? Социально-экономические показатели по 2015 году, мы их, по-моему, в течение вот этого всего полугодия докладывали неоднократно по динамике. Положительная динамика у средней заработной платы однозначно, то есть 31 тысяча с небольшим, это был достигнутый уровень по городу средней заработной платы на первое число. Сейчас она, правда, немножко ниже в связи с экономической ситуацией, это понятно, и где-то сокращенным рабочим днем, а где-то и две трети. Положительная динамика была по объему торговли, что тоже радует, но мы понимаем, что в этом объеме, там в 55 миллиардах, конечно, и учтена стоимость удорожания продуктов. По отрицательной динамике мы говорили о том, что, к сожалению, по кругу средних и крупных предприятий получена не прибыль, а убыток в размере 7 миллиардов 900, и вчера глава об этом говорил, поясняя, почему и каким образом развивался город и предприятие в 2015 году, что вот именно этот данный показатель, он очень хорошо описывает текущую ситуацию на предприятиях. Все остальные показатели, в том числе и демографические, они, в общем-то, находятся в статистической погрешности в минимальной относительно предыдущих годов. То есть нельзя говорить о том, что 2015 год показал какой-то резкий скачок в отрицательную сторону относительно предыдущих годов. То есть да, пока у нас, к сожалению, смертность превышает рожидаемость, но это тенденция и предыдущих годов. То есть нам нужно все-таки работать над тем, чтобы наши семьи хотели заводить и третьего, и второго ребеночка, а некоторыми первый бы очень помог, и экология. Поэтому вот основные показатели, которые немножечко снизились, и это понятно почему, это объем производства, объем реализации, это ясно, и тут никаких сюрпризов абсолютно не было, мы это все знали и понимали. На миллиард в целом по городу снизился фонд заработной платы. То есть вот у нас с вами 200 тысяч работоспособного населения, при этом мы знаем, что уровень регистрируемой безработицы немного вырос, и сейчас составляет 0,92%. То есть получается у нас, что относительно уровня 14-го, начала 15-го года, этот показатель вырос в два раза, с 0,49-0,5 до уровня 0,90, ну, можно сказать, до единицы. Если сравнивать этот показатель с другими аналогичными городами и областями, то он считается положительным, он считается, показатель этот говорит о том, что нет особых каких-то тревог, и если сравнивать с городами-коллегами, с моногородами, то на нас даже в этом плане и не смотрят, и не обращают внимания, потому что в тех городах 5 и больше. То есть там гораздо сложнее ситуация. А ну в целом депутаты приняли отчет главы города за 2015 год, наверняка возникали какие-то вопросы, вообще с какими настроениями они его приняли? Вы знаете, вчера депутаты на этих двух вопросах, отчет о бюджете 2015 года, отчета в целом о 2015 годе, они были очень лояльные, спокойные, и я бы даже сказала, в какой-то степени добродушные, скорее всего, потому что практически каждую цифру и все то, о чем мы с главой рассказывали депутатам, они прекрасно знают сами, потому что депутаты наши очень активно работают совместно с администрацией, ежемесячно практически участвуют в корректировке бюджета. Надо сказать, наши депутаты уже поняли, что это неплохо, и что это вполне нормально в текущей экономической ситуации осуществлять корректировки бюджета, где-то перераспределением с тех статей, которые могут немного подождать по финансированию, там и их реализация может пройти во втором полугодии, на те статьи, которые необходимо срочно сейчас финансировать и выполнять работы. И вопросы уже были не расшифровки какой-либо цифры, потому что на комиссиях настолько хорошо все было отработано, что депутаты, по-моему, уже лучше нас понимали и объемы, и цифры, и проценты исполнения, а звучали, например, вопросы таким образом, как мы работаем с неплательщиками налогов. Это, кстати, очень серьезный вопрос. Мы много лет бьемся вместе с налоговой инспекцией. У нас постоянно растет недоимка по налогу на имущество физических лиц, по земельному налогу, в том числе физических лиц. То есть с предприятиями несколько проще работать. С директором можно поговорить, вызвать на комиссию, пообщаться и, как правило, всегда находим варианты, каким образом можно все-таки оплатить эту недоимку. А вот физические лица постоянно скрываются, и, как правило, одни и те же. Вот как раз мы вчера на Думе обсуждали этот вопрос, и одно из предложений было это работать с совестью неплательщиков. И возникли некоторые дебаты, где ее искать и каким образом с ней работать. То есть, ну, в общем, и конструктивные, конечно, вопросы были. Каким образом в 2016 году обеспечить покышение кредиторской задолженности 2015 года. То есть поясняли, что будем заводить ее, оплачивать. Но она уже существенно снижена на 623 миллиона. Кредиторка по подрядчикам и поставщикам. Так что, в целом, отчет был принят, и главы, и отчет по бюджету 2015 года. Ну, и потом депутаты понимают, что скоро уже 2016 год заканчивается. Надо будет уже скоро за 2016 год спрашивать. А по корректировке бюджета за 2016 год, какие-то произошли изменения, может быть, основные статьи по перебросу денег с одной статьи на другую? По корректировке бюджета, значит, что у нас вот по-крупному мы смогли сделать? То, а экономия, о которой я вам раньше сказала, что мы с обслуживанием муниципального долга, то есть с процентов, если проще говоря, 62 миллиона перераспределили сразу срочно, в основном, на городское хозяйство, на эксплуатационные нужды, на освещение, отдали финансирование, часть финансирования на социальные отрасли, потому что там очень важно рассчитаться с текущей кредиторской задолженностью по 2015 году, поскольку там в основном работают поставщики услуг малого и среднего бизнеса. Это такие самые незащищенные участники наших производственных процессов. Поэтому постарались удовлетворить вот эти вот запросы. И у нас несколько корректировок было. У нас была вчера и была еще в самом начале июня, поэтому я вот суммарно вспоминаю там основные моменты. Они были все, особенно была предыдущая корректировка радостная, потому что мы туда заводили в том числе и финансирование по Муринским прудам, дополнительно из областного бюджета на 47 миллионов. Софинансирование наше тоже обеспечено, и практически мы свои деньги уже выплатили. В том числе в бюджете у нас уже 210 миллионов седеральных средств на лагуну. И сейчас этими деньгами мы по закрытию актов с генподрядчиком рассчитываемся. По сокращению секвестру пока никаких корректировок не было. Депутаты неоднократно спрашивали, будем ли мы расходную часть секвестировать. Договорились, что вернемся к этому вопросу в сентябре. Мы к нему точно вернемся, потому что относительно прогнозных параметров, относительно того, что мы сейчас видим, по поступлению в том числе и арендных платежей, можем не добрать 923 миллиона. Если мы их реально не добираем, если все-таки будет поступление неналоговых доходов, они у нас с вами за первое полугодие на миллиард 600 доходную часть города пополнили, это 42% от плановых параметров годовых, но в этой сумме уже 500 миллионов арендной платы. Поэтому нас очень беспокоит то, что второе полугодие может оказаться менее успешным по доходной части, особенно по собственным доходам. Поэтому не исключено, что будем обращаться в Думу с корректировкой доходной и расходной части в сторону снижения. Глава дал задание не менее чем на 5% секвестировать, оптимизировать все практически расходные статьи бюджета. И в продолжение денежной темы, Евгения Олеговна, такой у меня вопрос. Сейчас в интернет-сообществе очень активно обсуждается тема, какие же достопримечательности России можно разместить на новых купюрах. Это номинал 200 рублей и 2 тысячи. И на официальном сайте города, кстати, скоро появится вот такой опрос среди тагильчан. Хотелось бы ваше мнение узнать. Очень интересная инициатива. Я думаю, что она вообще полезна в принципе по Российской Федерации, для того, чтобы россияне посмотрели другим взглядом на свои города, на достопримечательности там, где они живут, и лишний раз немножко встрепенулись, и лишний раз поняли, за что любят свой город, и может быть, это еще даст толчок туристической индустрии. Но что касается нашего города, конечно, не уверена, что города-миллионники нас не переплюнут, потому что у них есть более такие узнаваемые вещи и узнаваемые красивые места. Но я бы, конечно, предложила, вот как я вижу глазами путешественника, который приезжает в наш город и который прогуливается по нашей набережной, по центру города, без этого сейчас не обойтись. Это, конечно, общий вид Леся-гора, обязательно с прудом, обязательно с частью нашей набережной. И сюда же в кадр завод музея имени Куйбышева. Вот как-то вот так вот надо все сделать. Ну и, конечно, на двухтысячную купюру. Нет, наверное, на двухсотрублевую, потому что она будет больше в обороте, ее будут больше видеть. Ну, может быть, за ваше предложение как раз тагильчане проголосуют. А впереди у нас еще выставка Инопром 10 июля. Стартует она в Екатеринбурге. Вот так мы с вами от отчетов за 2015 год и первое полугодие 2016. Переходим к тому, что нас ждет. Нижний Тагил как-то будет представлен на этой выставке? Вот на данный момент мы понимаем, что в деловой программе мы будем участвовать по максимуму. То есть мы обязательно будем участвовать в презентациях, в докладах, в описаниях наших крупных инвестиционных проектов, концессионных соглашений. Мы будем рассказывать уже о том, как мы реализацию их осуществляем и как реализовали, в том числе и в рамках программы внутреннего и визного туризма. И по лагуне, и о будущем концессионном соглашении, который будет реализован по строительству моста через Тагильский пруд. То есть это однозначно мы будем делать и участвовать. Пока не ясен вопрос, будет ли отдельный стенд, потому что настолько большой спрос по участию на Инопроме в этом году, что на данную минуту нет ни одного свободного места в трех павильонах. Один павильон просто китайский, и поэтому в этом году очень мало места другим экспонентам. Второй павильон наполовину Индия занимает, наполовину российские компании, и третий только российский. Поэтому организаторы максимально стараются представить промышленно-производственные предприятия, те, которые могут предложить нашим партнерам по выставке, это Индия и Китай, какие-то инновационные моменты, сотрудничество. И городам практически там не оказалось места. Ну, возможно, мы будем работать на областном стенде совместно с областью, с Екатеринбургом, и Новоуральск тоже там будет представлен. Хотя у Екатеринбурга я видела отдельный стенд уже забронированный. Что касается развития туризма, Нижний Тагил действительно очень активно позиционирует себя в этой сфере. Инопром, возможно, как-то также поможет при лечении туристов в наш город. А есть ли ориентация на какую-либо страну? Мы с вами не раз говорили, допустим, о китайцах, о том, что им был бы интересен Нижний Тагил. Может быть, на представителей других стран? У нас мы ориентируемся на туристов, как российских, из стран СНГ и из любой иной страны, потому что нельзя ориентироваться исключительно на китайских. Почему мы много говорили про китайцев? Потому что, первое, они действительно за последние три года очень активно стали выезжать за границы своей страны. И сейчас это вовсе стала политика. Правительство китайское обязывает своих граждан обязательно выехать за границу и отдохнуть. Это поток, это обязательно финансовый поток, и поэтому мы очень серьезно рассматриваем китайских туристов. Кроме того, очень интересны и корейские туристы. Их чуть меньше, но они гораздо больше тратят денег во время своей туристической поездки. И они такие тоже очень интересные туристы. Почему азиатская тема особенно оговаривается? Потому что для них нужны особые условия относительно европейских путешественников. У нас вот европейские путешественники в Тагил приезжают, и мы часто и не знаем о том, что у нас на данный момент итальянские гости проживают в Нижнем Тагиле и наслаждаются нашим всем, что можно, все, что мы можем предложить. Часто бывают и немецкие, и французские. И мы об этом практически не слышим, не знаем. Потому что они спокойно чувствуют себя в европейской культуре, в нашей, можно сказать, европейской культуре. А вот для азиатских гостей нужно создать некоторые особенные условия, что касается и по питанию, как я не раз говорила. И то, что их всегда очень много, и они приезжают огромным количеством в одном автобусе и в нескольких автобусах. То есть это уже и санитарные условия нужно обеспечивать соответствующе. Поэтому город готовится. Могу сказать следующее, что инфраструктуру города мы готовим. Может быть, мы даже чуть-чуть искусственно придерживаем сейчас приезд больших групп китайских туристов. Для того, чтобы ни в коем случае не произошло такое, что кому-то не понравилось. Потому что там очень серьезно с этим. Если они один раз приедут и им что-то не понравится, это будет сразу общее мнение для полуторамиллиардного населения Китая. И практически сразу и город, и турфирма, она в черный список заносится. Воентур уже работает? Уже по этой программе приезжают к нам туристы? По воентуру идут пока показательные установочные показы и выступления. С точки зрения иностранных туристов их пока на воентур не везут. Потому что там необходимо еще досогласовать некоторые моменты. Но мы надеемся, что это все-таки закончится скоро согласование. И воентур может быть с осени заработает и для иностранных граждан. И последний вопрос у меня остался на сегодня. Тем более эфирного времени уже не так много. День города, основной наш праздник городской впереди. Тагильчане ждут его в связи с такой непростой экономической ситуацией, о которой мы с вами сейчас говорили в течение программы. Какие средства выделены на этот городской праздник? Как-то не будет ли сокращено финансирование? Ну, финансирование в принципе обычное. То есть порядка двух миллионов из бюджета однозначно уйдет на все праздничные мероприятия. На мероприятия, которые связаны с театрализованными выступлениями. А все остальное, что будет к дню города сделано в салют и еще некоторые моменты, это, как правило, всегда делается на благотворительной основе нашими городообразующими предприятиями. Поэтому это все обязательно будет. Но это уже не бюджет города, а это уже предприятия помогают. Ну и к дню города будет очень интересный подарок относительно окончания работ по Тагильской лагуне и возле цирка. И то, что будет там связано с цирком, не буду говорить, но это будет потрясающе, очень интересно. Поэтому будет много сюрпризов к дню города, несмотря на то, что не очень простая экономическая ситуация. Ну, будем надеяться, что она все-таки улучшится. Спасибо вам, Евгения Олеговна, за беседу, и вам остается только попрощаться. До свидания, до новых встреч. А у нас впереди новости спорта и итоги недели, поэтому не переключайтесь. Рубрику представляет компания «Сенегория». 18 свердловчан отправятся на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Накануне эту цифру назвал областной министр спорта Леонид Рапопорт. Жители нашей области будут представлены в нескольких дисциплинах. Пулевой стрельбе, грибном слаломе, стрельбе из лука, плавании, волейболе и велоспорте. Из-за запрета Международной легкоатлетической федерации пять спортсменов из Свердловской области не могут поехать на главное спортивное событие четырехлетия. И к другим новостям спорта. Тагильские хоккеисты готовятся к новому сезону первенства ВХЛ. Юниор «Спутник» вышел из отпуска. Новый сезон команда начнет с новым наставником. Накануне директор хоккейного клуба «Спутник» Александр Болбашов, старший тренер Александр Перебейнос и тренер Денис Смелек провели организационное собрание. В ближайшее время тагильская команда пройдет медицинское обследование, а в августе примет участие в традиционном турнире по хоккею в Чебаркуле. Сегодня завершился финальный этап Кубка Свердловской области по футболу среди юношей 2003-2004 годов рождения. На искусственном поле стадиона «Юность» в течение четырех дней играли лучшие команды из пяти городов региона. К сожалению, тагильчане в финал не вышли. Уралец занял только четвертое место. Обладателем Кубка стали екатеринбуржцы «Виса-2003». В финале они обыграли своих земляков «Урал-Калининец» со счетом 3-1. И на этом у меня все. Такой была рабочая неделя в Тагиле. Мне лишь остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 419551. Или пишите на сайте tagildefestv.ru. За лучшие новости от телезрителя по итогам недели от спонсора рубрики мы дарим два билета на посещение выставки 3D-картин «Иллюзориум», которая проходит в Краевическом музее с 22 июня по 25 июля. Ждем ваших сообщений. Всего доброго и хороших вам выходных. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok